Почему конопля вне закона? Из разных источников утверждается, что конопля имеет приблизительно 25 тысяч методов применения в нашей повседневной жизни, начиная от продуктов питания, краски, одежды, топлива и строительных материалов. Волокна конопли есть даже в чайных пакетиках Липтон и несколько автомобилей, которые сейчас производят, содержат коноплю. Древнейшая памятка человеческой деятельности – кусок ткани, холст из конопли, найденный в древней Месопотаме, датируется примерно 8 тысяч годами до нашей эры. Старейшая сохранившаяся бумажка была создана более двух тысяч лет назад в Китае и была также сделана из конопляного волокна. Две с половиной тысячи лет назад до нашей эры фараоны использовали коноплю в строительстве великих пирамид. Конопля была настолько важна в Англии в 16 веке, что король Генрих VIII принял закон в 1553 году штрафовать фермеров, которые не смогли вырастить как минимум четверть акр конопли на каждые 60 акров пахотной земли, которыми они владели. Был даже случай в истории около 200 лет назад, когда вы могли платить налоги в Америке коноплей. В 1850 году насчитывалось более 8300 конопляных хозяйств в Соединенных Штатах. Семена конопли являются наиболее питательным и экономичным решением прекращения голода в мире. С концентрацией хороших жиров, до 80% необходимых для хорошего поддержания здоровья и белка, включающего все 8 аминокислот плюс оптимальный баланс пищевых волокон, конопля действительно является идеальным источником пищи. Природа обеспечила необходимые питательные вещества для оптимального восстановления и поддержания здоровья в семенах, где есть клейковина, холестерин и сахар. Чистое естественное сырье, семена конопли – лучший источник белка, незаменимых жиров, витаминов и ферментов на планете. Первый дизельный двигатель был предназначен для работы на растительных маслах, одно из которых – конопляное масло. В 1930-е годы Генри Форд произвел автомобиль, состоящий на 70% из конопляного пластика, который также заправляется топливом и маслом на конопляной основе. В 2001 году Хэмп Карр кружил по североамериканскому континенту на конопляном масле. Картины Рембрандта 1606-1669 года, Винсента Ван Гога 1853-1890 и Томаса Гейнсбора 1727-1788 год были написаны в основном на конопляных холстах, часто красками на конопляной основе. Более 50% всех распыляемых химических пестицидов используются для выращивания хлопка. Конопля в 8 раз устойчивее, чем хлопок и более воздухопроницаемая. Конопля может расти энергично до 5 метров в течение 100 дней без использования вредных пестицидов и гербицидов. Здоровее для вашей кожи и окружающей среды. Один акр конопли может производить столько же сырой клетчатки, сколько 4 и 1 акр деревьев. Варка конопляной целлюлозы для бумаги будет производить сильную бумагу, которая служит невероятно долго и не желтеет со временем. Кроме того, использование конопли в качестве сырьевого источника для бумаги позволит устранить необходимость вырубки наших сокращающихся лесов, которые способствуют климат-контролю и очистке воздуха, которым мы, кстати, дышим. К случаю с китайцами на территории тайги этот абзац не относится. Там, понятное дело, вырубка не ради бумаги. В последние годы мир переживает подлинный бум, вызванный появлением на рынке экологически чистых продуктов, пищевых, косметических, строительных и многих других. Марихуана – это опасно. Конопля не вредна для человеческого тела или ума. Марихуана не представляет угрозу для широкой публики. Марихуана очень опасна для нефтяных компаний, алкогольной, табачной промышленности и большого числа химических корпораций. Различные крупные предприятия с большим количеством долларов и влияния скрыли правду от народа. Правда в том, что если конопля была бы использована в ее широком спектре коммерческих продуктов, она бы привела к промышленному резонансу. Правящие корпорации сговорились для распространения дезинформации о чрезвычайно универсальных промышленных свойствах конопли, которые при правильном использовании разрушат их компании. Откуда произошло слово марихуана? В середине 1930-х годов это слово было создано, чтобы бросить тень на хороший имидж и феноменальную историю конопли. Переведем несколько фактов со ссылками, их можно сверить в британской энциклопедии, которая печаталась на конопляной бумаге в течение 150 лет. Все учебники были сделаны из конопляной или льняной бумаги до 1880-х годов. Хэмп Пейпер Реконсайдред Джек Фрейзер 1974 год. В Америке можно было официально платить налоги коноплей с 1631 до начала 1800-х годов. Лот Таймс 12 августа 1981 год. Отказаться выращивать коноплю в Америке в 17 и 18 веках было противопоказано. Вы могли быть заключены в тюрьму в штате Вирджиния за отказ от выращивания конопли с 1763 по 1769. Конопля в колониальной Вирджинии. Джи Эм Хэрден. Джордж Вашингтон, Томас Джефферсон и другие отцы-основатели занимались производством пеньки из дневников Вашингтона и Джефферсона. Джефферсон контрабанды возил семена конопли из Китая во Францию и в Америку. Бенджамину Франклину, нарисованную на 100-долларовой купюре, принадлежит одна из первых бумажных фабрик в Америке и она делалась из конопли. В течение тысяч лет 90% парусов и веревок всех судов были сделаны из конопли. Слово «холст» является голландским «канабис». Новый толковый словарь Вебстера. 80% всех текстильных изделий, тканей, одежды, белья, штор, постельного белья и так далее были сделаны из конопли до 1820 года, пока не ввелась хлопко-очистительная промышленность. Первые библии, карты, схемы, флаг Бетси-Росс, первые проекты Декларации независимости и Конституции были сделаны из конопли. Архивы правительства США. Первым растением, которое массово выращивалось во многих государствах, была конопля. 1850-й был пиковый год для производства конопли в штате Кентукки. 40 тысяч тонн. Конопля была крупнейшим источником денег до 20 века. Государственный архив. Самая старая известная запись о возделывании конопли датируется 5000 лет в Китае. Хотя индустриализация конопли, вероятно, восходит к Древнему Египту. Рембрандт, Генсбург, Ван Гог, а также большинство ранних картин, были в основном написаны на холстах из конопляной ткани. В 1916 году правительство США прогнозирует, что к 1940 году вся бумага будет производиться из конопли и что никакие деревья больше не должны быть вырублены. Правительственные исследования показывают, что одинаково конопли заменяют 4,1-гектаровые деревья. Эти планы были в работах по реализации таких программ, как Министерство сельского хозяйства. Качественные краски и лаки были сделаны из конопляного масла до 1937 года. 58 тысяч тонн семян конопли были использованы в Америке лакокрасочной индустрии в 1935 году. Sherman Williams Paint Corporation Testimony Before Congress 1937 год Marihuana Tax Act. Первый модель Т. Генри Форда был создан для работы на конопляном бензине. Это интересно. И автомобиль сам по себе был сконструирован из конопли. На территории его большого поместья Форд был сфотографирован среди своих полей конопли. Автомобиль, выросший из почвы, был собран из конопляных пластиковых панелей. Сила воздействия была в 10 раз прочнее стали. Журнал «Популярная механика» 1941 год. Коноплю назвали корпорацией «миллиард долларов». Это случилось, когда ее товарооборот превысил миллиард долларов. Журнал «Популярная механика» февраль 1938 год. Журнал «Машиностроение» февраль 1938 год опубликовал статью под названием «Самый выгодный и желательный ресурс, который можно вырастить». Считалось, что если культивировать коноплю с использованием технологий XX века, она может стать самой крупной сельскохозяйственной культурой в США и во всем мире. Выращивание конопли и производство не наносит вреда окружающей среде. Министерство сельского хозяйства США пришло к выводу, что конопля производит в 4 раза больше мякоти и в 4,7 раз меньше загрязнений. Журнал «Популярная механика» февраль 1938 год. В 1930-е годы инновации в сельскохозяйственной технике вызвал бы промышленную революцию в применении конопли. Этот единый ресурс мог бы создать миллионы новых рабочих мест, генерирующих тысячи качественных продуктов. В 1937 году Дюпон запатентовал процессы, чтобы сделать пластмассы из нефти и угля. Годовой отчет Дюпона призвал акционеров инвестировать в новое подразделение нефтехимическое. Синтетические материалы, такие как пластмассы, целлофан, целлоид, метанол, нейлон, вискоза, лавсан и т.д. могут теперь быть сделаны из нефти. Индустриализация конопли разрушила бы более 80% бизнеса Дюпона. Эндрю Мелон стал секретарем государственного казначейства и основным инвестором Дюпона. Он назначил своего будущего племянника в законе Генри Джо Анслингера, чтобы возглавить федеральное бюро по наркотикам и опасным препаратам. Этим финансовым магнатом были проведены тайные встречи. Конопля была объявлена опасной и представляет угрозу для их предприятий. Чтобы их династии оставались нетронутыми, конопля должна была исчезнуть из производства. Эти люди приняли неясное мексиканское жаргонное слово марихуана и толкнули ее в сознание всего мира. Вот такая чудодейственная была эта конопля. Ну и есть, в общем-то. Я думаю, что все эти вышеперечисленные господа позаботились о том, чтобы человечество никогда не вспомнило, как обрабатывать и вообще взаимодействовать с коноплей. К тому же я уверен, что подвидов у каннабиса была масса и их наверняка все уничтожили. Хотя я думаю, что Монсанто таки позаботилась о сохранении семян для себя.